здравствуйте мои дорогие приветствую вас на своем канале а томасем с ксюшей этот канал из норвегии о норвегии жизненно еще мы немножко готовим рыбачим собираем грибы и ягоды и сегодня я вас приглашаю в гости мы придем на день рощения моей маме вот мама приготовила салатики а вы знаете что у нас сегодня будет у нас сегодня будет утка по-пекински красавица мама сделала утки по утку по пекински это первый раз норвегии до мама во первых не просто и найти не просто ее купить она не из дешевых продуктов норвегии стоит около между 125 150 крон килограмм а у . обычная два с половиной килограмма давай мама вершу . пахнет а мне от шкурочку вкусняшка папочка мама папу любит вот удочка уже готова на столе красавица будем пробовать так какая разница поставка огурчики вкусняшка . да папа ты любишь утку утку любишь конечно люблю с дагестаном такой вот как уже это этот салатик с крабовых палочек рецептик на моем канале вы найдете под видео в описании ну это смотря какая утка были у нас такие утки дикие утки покупали мы в украине там мясо было жевали-жевали потом варили-жевали потом варили-жевали дима папа по черному дима папа себе чтобы не обидеть это папа себе малиночки ума красавица это это маме свина ты снимай папа маме хватит это давайте так скажешь норвестер пей сколько хочешь лопни а представляешь и не поверишь пейте сколько хотите все будем кушать да папа помаши ручкой вот кушаем удочку выпьем за мамы на здоровье да что ты хочешь пожелать папа здоровье желаем сейчас нам больше ничего не надо в таком возрасте уже только здоровья и если честно сказать как-то раньше дни рождения были намного но веселый хорошая сейчас немножко просто просто собрались в семье чтобы просто вспомнить о жизни поговорить о жизни помечтать о жизни как жили как и как будем жить как жили как любили как будем жить надеемся на все хорошее на давай папа уточка вкусная да мама вкусная уточка очень вкусно мягенько спасибо мама вот уточку поели уже остались одни косточки вкусненько так было спасибо мама здоровье тебе пусть у тебя все будет хорошо ты знаешь многих моих подписчиков интересует вопрос как ты выезжала из украины папа уже выезжал немножечко позже папа выезжал когда окружение сум снято было и когда автобус прошел суммы лавшава я сел на автобус костылями автобуса не выходил не кушал не пил даже в туалет не ходить даже и 24 часа просидел не мог выстать с автобуса чтобы залезть а потом вследствие только в аэропорту варшавы туалет сходил вот так а то билеты были куплены я сел и прилетел сюда а там такси не довез от этого кстати папа собирается ехать папа собирается ехать в украину мы купили билет билет конечно дороговато я считаю что в принципе до польши билет стоит 4350 норвежских крон это приблизительно около 400 евро но он сказал что он все равно поедет все бросил все там вот так вот все неизвестно что как узко все равно поеду повину мы взяли билет мы конечно должны написать письмо внов и сказать что он едет на такой-то такой-то промежуток времени и прислать билеты копию билетов на чтобы ему остановили социальную помощь такая система в норвегии если вы куда-то выезжайте больше чем на неделю-две вы должны сообщить навык и они приостанавливают социальную помощь но папа сказал все равно поеду я все равно поеду лишь бы это было было открыто чтобы автобусы ходили били сапет куплю на границе поеду на сумму вот так вот видите какая сильная воля наших украинцев устал я однозначно это однообразная жизнь утром встал вышел и ни с кем не поговорил снова пошел поел потом лежишь глаза открываешь открываешь целую ночь смотришь и снова ложись и каждый день на разная жизнь так она ставила в жиме однообразная жизнь ни с кем не общайся людей нет ни с кем общаться на языках не знаю как вам объяснить сядьте и посмотрите пойдите кто кому не интересно там с тяжелого общение должно быть общение даже эти несчастные утки сейчас по итоги и собой я приятно без слез на глаза утка вышла или утята и друг друга общается без таки пошли да не хватает нашим людям здесь общение и с этим ничего не сделаешь потому что народ украинский он очень общительный и вот этот вот вы опять мы говорим об этом менталитете менталитет украинского народа с норвежским народом но очень сложно как-то вот совместить это не имеет значения это норвежский или какой-то другой европейский народ менталитеты у нас разные украинский народ венщирый народ он любит общение разговоры он любит посетить поговорить вы знаете но люди мы такие вот соседями пусть обсудить поговорить но все равно вот это как-то вот знаете но душу как-то греет ну вот такой мой народ дело в том что с тоска у меня какая-то депрессия какая-то одно и то же все ты понимаете я просто не существую не живу все это очень сложно это тяжело поэтому вы знаете пусть едет вот пусть едет он поедет сейчас пусть я вас буду держать в курсе событий может где-то какое-то видео выставить насчет я купила билет до варшавы с берген варшава дальше он возьмет автобусы там очень много автобусов до автобусной станции и оттуда идут автобусы часто в различные части украины короче а с аэропорта беру такси в этом автовокзала там через каждый час на киеве идут автобусы вот поэтому и там на суммы тоже ходят автобусы когда попадут как попадут ну будет интересно оставайтесь со мной будем как-то вот общаться я буду рассказывать как у него конечно суммы это очень далеко от киева относительно и на границе с россией там обстреливают то слава богу сами суммы не обстреливают поэтому ну вот наш народ есть наш на ну вот у мамы день рождения вот мы посидели поговорили папа очень тоскует за украина он поедет в украину начале июня мама в украину не поедет она в принципе довольна своей жизнью здесь норвегии какой-то степени но не в какой-то степени абсолютно довольно она довольно своей жизнью не дети внуки ей нравится то что не рядом ее семья папе тоже это нравится но он очень скучает но мужчина вы знаете это совершенно другой народ они немножко по-другому мыслят но давайте все-таки вернемся к тому как ты мама ехала тогда что ты чувствовала а как ты вот взяла взяла и поехала ты ничего не взяла даже трусы не взяла или тысячи людей очередь стояла от выезда с города до центра города стояла очередь на автобусе чтобы выехать но я выехала с приятелями да не она выехала с моим другом он и взял с собой в авто в машину частной машиной проверяли несколько раз на дороге все машины шли к нам а сколько ты ехала мы ехали до львова примерно около четырех дней до львова на суммы львова ехала четыре дня через полтаву полтаве ночевали ночью ехать нельзя было а собралась она за один час потому что я позвонила и сказала мама бери собирай бери все что можешь и давай все вы выезжаете потому что за тобой сейчас приедет наш друг и папу запирали но он отказался вы знаете самое интересное было когда папа вниз будет и говорит слушай а главное чтобы в россии она не оказалась боялся у нас не в автобусе было она была направляли могли ну сложное время центр украины ехали на полтаву причем сум направляли через терку ну четыре дня до львова конечно тяжелый путь потом значит во львове у нас там были друзья да и со львова потом ты на тернополь дальше не надо на чернополе серну поля я ехала в дудын там где-то дружи да и сколько ты там не было а потом тебя переправили до границы а за границы как ты хорошо поехала меня отправляли волонтеры оттуда волонтеры меня довезли до границы и забрали волонтеры которые отвезли меня в аэропорт а в аэрсаппорта я купила билет варшава-берген вот так вот приехала моя мама все бросила маленькая сумочка маленькая маленькая домом ну вот как то так а папа остался остался и приехал в начале июня до какого числа уже было снято уже оккупация когда уже автобус значит маршрутки ходить на киево я на взял на автобусе приехал потому что за здоровьем у него глаза стали плохо ведь лекарства тяжело было достать все вы знаете сложно было но это одно дело а лекарство тоже наша моя подружка жанна спасибо я большое она пыталась найти какие-то лекарства потому что тогда в этот момент когда все это вот оккупация вот это все все закрыто тяжело было найти лекарства а есть он уже потерял зрение на один глаз потому что он как бы экономил лекарства и капал только 2 но вот как-то так ну ничего зато 2 глаз видит слава богу мы сейчас ходим глазном у него очень хороший глазной врач норвегии поэтому спасибо ему поэтому он у нас так что он очень довольна медициной принципе норвегии да но врачи сто процентов конечно нет она надо разрабатывать как-то но сложно попасть к врачу сложно как-то тяжело попасть тяжело но если ты попадешь теперь уже оттуда не выпустят вот больным ты вы по больным же не выпустят ну как говорится или или так или так или так мама тоже это уже тоже поняла ко мне как пристали так не могу до сих пор отбиться все проверяют все проверять теперь электрокардиограмму неделю будет тягать за собой сердце теперь будет проверять потому что когда она падала и руку ломала он она потеряла сознание и почему же она потеряла сознание вот это их очень интересует этот вопрос поэтому мы вот пойдем голову и будем проверять может у нее эпилепсия была а потом кардиологу набрать конечно долго кардиологу аж когда там конце августа но все равно же проверяя но какая разница но это долго до медицина норвеги долго но прибор на 2 часа и приборы на быть неделю ходить с прибором проверять к работе сердце конечно он тоже хочет ладно спасибо вам за внимание спасибо мама спасибо папа что так сказать мы хорошо поговорили спасибо вам что нас так встретили хорошо на семье а так бы нам было тяжело тут вы не думайте так просто здесь тут беженцы кальмозь снимет она когда-нибудь вы понимать тяжело когда тебе никто не ждет это очень тяжело все тут а тут купили деньги дали а привезти надо это все школа пусто все привезли то 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 благодаря вам а где мы деньги взяли только все волонтеры нас здесь возили попробуй найди в Берлине волонтера в Берлине есть волонтеры они предлагают этим беженцы привезли и мебель и все они привезут бесплатно ну это ж из 4 норвезки их не так уж много не много и норвезки выйти с сайта уйти с компьютера господи к врачу не пойдешь без переводчика потому что врач себя просто реально не поймет ну зато когда нажимает эту переводчика компьютер он так перейдет меня перейдут мне что я вообще перейдет так что как будто я в космос готов лететь что он здоровый когда я больной переводчики когда в этом компьютере ну в общем как то так вот сидим вот сидим вот так кушаем утку уже съели почти два кусочка осталось кто-то еще хочет а у нас знаете что еще есть у нас еще есть киевский тортик по ксюшиному рецепту я еще не выкладывала поэтому нету ссылочки под видео в описании но я обязательно сделаю а вот мои дорогие киевский тортик вкусненько будем кушать но желе потому что у нас же тут норвежцы не все едят киевский тортик да папа конечно если за залив за виницу я снова женился мне не женился мама чашечки чая ксюшин будем вот заварили вы знаете на моем канале я собираю травы норвегии и делаю чай поэтому это мой так сказать чайок все эти травки собраны в норвегии я их смешала и сделала чай если кому интересно то я оставлю ссылочку под видео в описании как я собираю лекарственные лечебные травы в норвегии и чайок получается очень вкусненький ну вот кисулечка тут лежит вся вот так откусится рыбки по мыши шала кисуля это так немножечко вот поиграли в картишки давай раздавая раздаем и все уже ну в общем как-то так да папа хороший вечер спасибо вам если вам понравилось видео ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал а то мосем с ксюшей может быть он вам будет чем-то полезен а может просто интересен пока пока